Вот такая песня, которая тоже тысяча лет не пела и менял название. Сначала просто назывался «Афганский лейтенант», потом назывался «Лейтенант Хада», а Хад это у них примерно как у нас КГБ, потом заменил на лейтенант Царандоя, но в принципе я хотел сказать в этой песне, что, конечно, наши военные относились к афганским военным с высока и имели на это основание. Но я как журналист, который все-таки мало воевал, но много куда ездил, и я видел очень хороших афганских ребят, очень хороших, и очень героических, у которых там вся семья погибла, они сорокались и умирали. И второе содержание этой песни, я все-таки его поясню, там очень много, о цветах женской одежды. Потому что, опять-таки, для воевавших ребят, ну вот они так воюют подряд, там два года находятся, им кажется, что вокруг-то ничего не меняется. А когда ты залетишь в Афганистан на несколько дней, на несколько недель, потом вернешься, потом еще через год или через два появишься и видишь изменения. Вот я, в частности, очень у меня подействовал, когда только начиналась война, буквально в первые дни, ну и вообще вот в начале 18-го года, почти все параджи у женщин, или мне так казалось, они были черные. Потом где-то в 82-83 году стало все больше и больше таких игривых, голубых особенно, немного параджей было. А девчонки в Кагуле, особенно лицеистки, студентки, они вообще наклеили, они стали ходить в обтягивающих джинсах, в прозрачных таких кофточках, под которыми там много чего интересного видно. А когда уже ближе к выводу войск, когда уже все почувствовали, что опять все будет хреново, и опять потихонечку так все стало больше черного цвета, уже девчонок в джинсах практически на улице было не видно и так далее. Вот такая песня, значит, последнее у нас звание лейтенант Царандуя. В Кагуле весенняя мода, на все даже на параджу, Рассматриваешь пешеходов, а я на тебя погляжу. Здесь женщина в цвете небесном, иконном рублевском почти, А впрочем, тебе неизвестно, про наши иконы, прости. Идешь по большому каблу, сын маленького кишлака, Среди многолюдного гула тебе не уютно пока. Субтитры создавал DimaTorzok И манят глаза, что закрыты, под сеткой из гонских волос. В селении высокогорном другие фасоны цвета, Там женщины горбили в черном, смотрели сквозь нити холста. И мать, провожая, всклакнула, под гроба бьют он порожой. Был красен твой путь до Кагула, под крови своей и чужой. Ты думал, что рай тебе снится на узком враченном столе. Открытые женские лица, увидев нагревшим на земле. Одеты в белые ткани, где сестры стояли вокруг. Когда-то в наркозном тумане боялся коснуться их рук. Нас женщины в черном рожают, Нас женщины в белом хранят. Лазурным любовью сражают, Украдкою бросившись глядь. Но вся их небесная вода Тебе поклониться должна. Ты в сером подсвет небосводка, В котором темится война.